Привет, друзья! Клубы готовы отдать за лучших игроков огромные деньги. Суммы, которые когда-то платили за легенд прошлого, ничто по сравнению с трансферами сегодняшнего дня. Но не переплачивают ли они? Думаю, нет. И один из самых дорогих футболистов мира, Киллиан Мбаппе, доказывает, что стоит сто восемьдесят миллионов евро. Полузащитник Челси Сеск Фабригас сравнивает Мбаппе с легендарным нападающим Тьерри Анри. По словам испанца, он также имеет отличное чутье, пластику и высокую реализацию голевых моментов. Кроме того, спортсмен очень техничный и быстрый. Финтей дриблинг Киллиана позволяет обыгрывать соперников как в чемпионате Франции, так и в матчах Лиги чемпионов. Два сезона подряд Мбаппе становился лучшим молодым игроком сезона во Франции. Первую награду нападающий получил за игру в Монако в сезоне 2016-17 года, вторую — год спустя, будучи игроком ПСЖ. Киллиан смог выиграть конкуренцию у других футболистов, среди которых были Усман Дембеле, Жан Кевин Агюстен и другие таланты. Золотой мяч для игроков до двадцати одного года. Так называют этот приз. В две тысячи семнадцатом Мбаппе набрал двести девяносто один голос из трехсот возможных. Это был уникальный случай, когда игрок одержал столь уверенную победу. В нынешнем году Киллиан вновь среди лауреатов премии и один из главных претендентов на успех. Поставим же дружно ему лайк на удачу, друзья! Одним из важных качеств Мбаппе является его умение отдать голевую передачу. По итогам прошлого чемпионата Киллиан восемь раз отдавал результативный пас партнерам, став вторым ассистентом по итогам французского первенства. Один из таких пасов Мбаппе отдал на Кавани в матче против Кана. Уругвайцу оставалось только подставить ногу и благодарить партнера. В свой первый гол за сборную Франции Киллиан забил в ворота голландцев в рамках отбора на чемпионат мира этого года. Выйдя на поле, он оформил окончательный разгром нидерландцев, забив четвертый гол команды. Мбаппе стал вторым по возрасту бомбардиром национальной команды, уступив в этом только Бензема. Всего за три часа до этого футболист подписал контракт с ПСЖ. В недавнем матче парижан против Наполи защитник итальянской команды буквально прятался за своего партнера по команде, но не хотел в очередной раз быть осмеен, пытаясь отобрать мяч у Мбаппе. Выглядело это очень комично. Скорость Еще один неоспоримый козырь Мбаппе. Форвард обладает высокой стартовой и дистанционной скоростью, которые позволяют ему легко убегать от соперников, как в недавнем матче против сборной Германии в Лиге наций. Друзья, а кто из защитников способен на равных противостоять Киллиану в этом умении? Напишите в комментариях! Главная причина, по которой Мбаппе стоит столь огромных денег, это его умение забивать голы. Он забивал тогда, когда этого не смогли сделать партнеры по атаке. Ведь именно гол нападающего в матче Лиги чемпионов против Баварии позволил парижанам сохранить за собой первое место в группе. В нынешнем чемпионате Мбаппе является лучшим бомбардиром первенства. Несмотря на юность, Киллиан один из основных игроков национальной сборной Франции. По итогам Мундиаля 2018го, на котором французы выиграли золотые медали, нападающий ПСЖ вошел в символическую сборную турнира, а также был признан лучшим молодым игроком. Много ли нападающих могут забить четыре гола в матче? Скорее всего, что нет. А если говорить о двадцатилетних форвардах, это может только Мбаппе. В девятом туре чемпионата Франции нападающий отметился покером в ворота Леона. При этом потратил на это всего тринадцать минут. Ну кто еще способен на такое? А на этом все, друзья! Надеюсь, мне удалось убедить вас, что ПСЖ не зря потратил такие огромные деньги на восходящую звезду. Оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями и конечно ставьте лайки. До скорых встреч!